В каких случаях можно не явиться в военкомат? Друзья, вы на канале Служба защиты призывников, с вами Ангулян Алексей. И в этом видео мы с вами разберем достаточно важную тему. В каких же случаях можно не являться в военкомат, если вас туда вызвали по повестке? Смотрите это видео до конца, чтобы понимать, на что вам рассчитывать, и в каких случаях вы можете туда не ходить, и что вообще с этим делать. А, кстати, если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Итак, давайте к теме. Вот вы получили повестку из военкомата на определенную дату. И какие же есть случаи, какие ситуации, в которых вы можете в военкомат не явиться? Первая и самая основная такая ситуация, случай, это если вы заболели. То есть у вас есть, будет подтвержден больничный, который вы сможете принести в военкомат, то тогда в этом случае вы можете на дату повестки не являться. Но здесь важно понимать, да, у вас обязательно должен быть документ, подтверждающий, что вы болели. То есть просто у меня там, я болел, лежал на диване, это так не пойдет. Второй момент. Если вы ухаживаете, ну, в связи с состоянием здоровья, да, за отцом, матерью, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой, усыновителем, другие родственники здесь близкие у нас не подходят. Либо также уважительной причиной считается участие в похоронах кого-то из близких родственников, ну, из указанного списка. Ну, и есть еще у нас одна причина, это действие непреодолимой силы. Но здесь будьте очень аккуратны с этой непреодолимой силой, то есть это должно быть, действительно, у вас документальное подтверждение о том, что это никак не зависело от вас, не знаю, условно говоря, землетрясение, наводнение, вот что-то из таких вот стихийных бедствий, там, ну, мало ли, это не так часто в нашей жизни происходит, такие форс-мажоры, и в таком случае вы тоже сможете в военкомат не являться. Но помните, что все у вас должно быть документально подтверждено, иначе вас там никто слушать не будет. И теперь еще один важный момент. Когда у вас закончилась причина, по которой вы могли не являться в военкомат, вы обязаны явиться после этого в военкомиссариат самостоятельно. Там вам выдадут новую повестку, либо сразу проведут свои мероприятия, ну, те, на которые вас вызывали. Если это была медкомиссия, то будьте готовы, что у вас сразу будете проходить медицинскую комиссию. Хотя может так случиться, что вы придете, вам выдадут новую повестку. Но помните, что неявка в военкомат после того, как у вас закончилась уважительная причина, тоже будет считаться нарушением. То есть вы, во-первых, не сможете доказать, что причина у вас потом была уважительная, потому что вы не предоставили никакого документа, так как в военкомат не явились. А во-вторых, также у нас в законодательстве закреплено, что после окончания действия такой вот уважительной причины, вы самостоятельно обязаны в военкомат явиться для прохождения мероприятий, на которые вас вызывали. Поэтому, друзья, будьте внимательны, не нарушайте закон, потому что с нарушениями вам станет только сложнее в итоге получать военный билет. Если у вас появились какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях под этим видео, или в описании видео есть ссылка на наш сайт, пишите там ваш, оставляйте заявку, пишите вопрос, мы вас обязательно проконсультируем совершенно бесплатно. А если вам это видео понравилось, ставьте лайк, если не подписались на канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А так, на этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok